Супермен является американским символом, и пусть его критикуют за то, что он не такой яркий, как остальные его супер-коллеги, не каждый сможет его сыграть. Во имя истины, справедливости и Голливуда мы составили список из лучших и худших кандидатов на роль Супермена вместо Генри Кавилла. Хороший выбор Мэтт Боммер Мэтт Боммер из сериала Белый воротничок был одним из ранних кандидатов для фильма Человек из стали. К тому же он озвучивал Кларка в том году в Супермен Непобежденный. А до этого Боммера выбирали на роль Супермена вместо Брэндона Рута для возвращения Супермена. Но, по заявлению Хавпост, в тот же год Боммер публично объявил о том, что он гей во время церемонии награждения и автор Джеки Коллинз утверждает, что из-за этого его сняли с роли. Без сомнения, у Боммера есть и фигура, и актёрский талант для этой роли. Более того, он успешно проходил прослушивание, к тому же дважды. Плохой выбор Николас Кейдж Хотите верьте, хотите нет, но немало людей хочет увидеть Николаса Кейджа в новом образе последнего сына Криптона. Его даже утвердили на эту роль в фильме Тима Бёртона Супермен жив, который так и не был закончен. Видимо, иногда вселенная всё же бывает благосклонна. Будем честны, Николас Кейдж уже стар, а Warner Bros. хотят, чтобы люди запомнили их версию Супермена надолго. Кейдж сыграл бы нетрадиционно и утопично, но давайте признаем, Супермен всё-таки не психопат. Хороший выбор – Арми Хаммер Одним из крупных имён, которое всплывало не реже Кавилла, было имя Арми Ханнера из Агентов Анкл. Его выбрали на роль Бэтмена в незаконченном фильме Джорджа Миллера Лига справедливости смертные, но если верить блогу Hit Vision от Голливуд Репортер, он также был одним из кандидатов для Человека из стали. Хаммер был бы идеальным выбором – у него отличный рост и телосложение, к тому же он доказал своё актёрское мастерство в фильме Зови меня своим именем. Плохой выбор – Джон Красински Пусть даже Джон Красински не первый в списке претендентов на замену Генри Кавилла, Марк Хьюз из Forbes считает, что он бы идеально подошёл. Возможно, он бы справился с одной половиной роли, но сложно представить его в качестве Супермена. Хьюз сравнивает персонажа Красински в офисе с Кларком Кентом, и в этом вся проблема. Несложно увидеть в нём Кента, однако невозможно представить его в качестве альтер-эго Калелла, сына Криптона. Его работа в Тихом месте и в Джеке Райане превосходна, однако он скорее тот парень, которого надо ото всех спасать, а не тот, кто сам спасёт весь мир. Хороший выбор – Майкл Би Джордан Информация о том, что у Warner Bros. появился претендент на замену Генри Кавиллу быстро облетела весь интернет. Это, наверное, будет самый смелый и самый нетрадиционный выбор актёра на роль Супермена – звезда Чёрной Пантеры Майкл Би Джордан. Он продолжает утверждать себя в качестве первоклассного актёра, к тому же его игра в Чёрной Пантере легко заслуживает Оскара. К тому же весь мир видел этого актёра без футболки и согласится с тем, что у Джордана уже есть отличное тело для этой роли. Плохой выбор – Дуэйн Джонсон Имя Скалы часто появляется в списке возможных кандидатов по очевидным причинам – продажи билетов на его фильмы, крутое тело и цитата USA Today – в конце концов он и есть Супермен. Однако Дуэйн Джонсон подписался на игру антигероя Чёрного Адама, поэтому сложновато ему будет сыграть ещё и Супермена в той же вселенной. Супермен должен быть крупным и мускулистым, прямо как Джонсон, однако он более скромный, поэтому Джонсон не подошёл бы. Более того, если Warner Bros. захотят уйти в другое русло для главного врага Супермена, из Джонсона получится неплохой Лекс Лютер. Как минимум, стричься ему не надо будет для этого. Хороший выбор – Конол О'Донахью Как сообщает блог Hollywood Reporter HitVision, Конол О'Донахью из Однажды в сказке однажды был главным конкурентом Кавиллу на роль Супермена для Человека из стали. Irish Post заявили, что О'Донахью сейчас является главным кандидатом на замену. О'Донахью был бы хорошим выбором, но не идеальным. У него определённо есть талант и внешний вид для этой роли, однако он по натуре своей хитрый и изворотливый, поэтому сложно его ассоциировать с супергероем. Он бы намного лучше справился с ролью его заклятого врага Алекса Лютера. Плохой выбор – Тайлер Хэклин Фанаты DC Comics были в восторге, когда Тайлер Хэклин появился в роли Супермена во втором сезоне Супергел из Вселенной Стрелы, поэтому зрители хотели видеть именно его. Но вне зависимости от того, понравился бы вам Хэклин в роли Человека из стали, он уже играет эту роль в другом кинопроизведении с абсолютно иной сюжетной линией. Поэтому он точно не заменит Кавилла. Два Супермена, которых играют два разных актёра – это уже сложно. А нанимать одного для игры другого – это будет вообще жесть. Хороший выбор – Генри Голдинг Звезда безумно богатых азиатов Генри Голдинг является одним из претендентов на роль Супермена в дальнейших проектах киновселенной DC, и это не просто слова. Он – восходящая голливудская звезда с приятным внешним видом и получает сейчас много внимания. А если добавить к этому, что Warner Bros. уже сделали несколько заявлений о том, что они собираются добавить разнообразия, у Голдинга есть все шансы одеться в красно-синий облегающий костюм. Плохой выбор – Роб Дилани Комик Роб Дилани в шутку закинул своё имя в список претендентов на роль в тот же день, когда Кавилл сообщил о своём уходе. Дилани написал, «Слышал, открыта вакансия нового Супермена? Насколько сексуальным он должен быть?» Роль Роба Дилани в Дэдпуле 2 однозначно показала, что он умеет летать, однако его сложно серьёзно рассматривать на эту роль. К тому же не сложно представить, как будет возмущаться Дэдпул, если Warner Bros. заберёт себе во франшизу его комика ради игры какого-то там Супермена.